Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ в студии Елеман Раимбеков и Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. И в начале выпуска коротко о самом важном. Строительный бум. В Талдыкургане планируется возведение ряда социально значимых объектов. Проекты представили Акиму области. Ключи от счастья. 20 семей из Коксуского района отметили долгожданное новоселье. Второй шанс. Почти 700 бывших заключенных в прошлом году трудоустроено в области. Работа в этом направлении продолжается. Привлечение частных инвестиций, развитие несыжевых секторов экономики, малого и среднего бизнеса, а также создание новых рабочих мест должны стать главными приоритетами каждого министра и Акима. Сегодня на заседании правительства под председательством премьер-министра страны Аскара Мамина рассмотрены меры по исполнению поручений президента Казахстана Касымжо Марта Токаева. Глава Кабмина отметил, что следует внимательно проанализировать эффективность бюджетной политики и в этой связи необходимо сократить расходы на имиджевые мероприятия. Сейчас правительство оптимизировало расходы почти на 30 миллиардов тенге. Но это лишь первые шаги в решении вопроса. В рамках исполнения поручения президента по сокращению непродуктивных бюджетных расходов Аскар Мамин поручил министрам Акимам регионов и руководителям национальных компаний внести в недельный срок соответствующие предложения в Министерство финансов. К другим темам. Лед тронулся. Строительные работы по девятим многоэтажным долгостроям Талдыкургана вновь возобновятся. До конца этого года объекты введут в эксплуатацию. Об этом Акимал Матинской области доложили власти города. В ходе презентации проектов главе ЖТСУ также рассказали о проводимых работах в микрорайонах Берлег и Девятый, а также в дачных массивах областного центра. Подробнее в материале Ануара Мангельдинова. Коттеджный городок – один из самых крупных проектов, реализуемых в Талдыкургане. В прошлом году в эксплуатацию здесь дано более 150 домов. По словам городских властей, в 2020-м они планируют возвести ещё около 350 коттеджей. Помимо этого, начнётся строительство школы на 900 мест. Работу руководство города осуществляет, однако в действиях отсутствует комплексный подход, отметил глава ЖТСУ. Амандык Баталов сделал замечание ответственным лицам и конкретно указал на недоработки городских властей. «Надо всё комплексно, все вопросы решать. Раз ты строишь такой объём жилья, ты должен параллельно строить школу, параллельно ты должен строить детские сады. И где вот этот торговый центр? Я тебе согласовал. Эскиз. Люди же должны слушать. Завтра идти там кушать, что-то покупать, еду должен из дома вышел, шаговая доступность. Вышел, пошёл, купил. Узко работаете, инертно. Вот жильё, упёрлись, больше ничего не видите. А если там сделаете, бизнесмена приглашать, скажите, смотри, какой город вырос. Много упущений, много недоработок, особенно по благоустройству. В работах по благоустройству нужно применять современные методы, отметил Амандык Баталов. Установить автоматизированную систему освещения и механизированные устройства для полива клумб и газона. Большие строительные работы начнутся в микрорайонах Булашах и Коктем. Там в общей сложности намерены возвести более 600 квартир. Активные работы проводятся в новом строящемся микрорайоне 9 и Берлег. В последнем в планах возвести современную школу на 1200 мест. Строительная монтажная работа в 8 микрорайоне. Здесь мы планируем вообще завершить 57,8 тысяч квадратных метров квартир. Из них мы уже начали строительные работы по двум пятнам. Здесь все сети, все магистральные сети, все решены. На сегодняшний день 530, то Марасант уже приступает к строительным работам. Он уже организационную работу начал по 9 микрорайону. То, что начинается строительство дорог, то, что красный, мы начинаем уже строительную работу в этом году начнем. Это вот Алматинская трасса, Алмат-Талдыкурган. Вот это 9 микрорайон у нас. Всего в 2020-м власти города планируют сдать более 132 тысяч квадратных метров жилья. Как доложил заместитель Акима Талдыкургана, в этом году наконец возобновятся строительные работы по 9-м многоэтажным долгостроям в микрорайонах Булашах и Коктем. До конца 2020-го объекты введут в эксплуатацию. На сегодняшний день у нас все проектные разработки закончены, получили заключение государственной экспертизы. И сумму, которую нам необходима, заявку сделали республиканский бюджет. По той работе, которой мы сейчас с центром работаем, на сегодняшний день у нас положительный есть отзыв. И скоро мы начнем строительные монтажные работы. Как и предполагали, в этом году мы все эти дома закончим. Это у нас 290 квартир по 4 домам Байтери Холдинг и 256 квартир по 5 домам, которые мы сами будем через отдел строительства города Талдыкурган завершать. У нас проблемный объект есть 60-ти квартир по улице Балапаново, в которой также судебное решение было заморожено. Там мы на сегодняшний день экспертиз мы получаем 6 февраля и начинаем открытый конкурс на завершение. Этот дом наполовину построен, поэтому мы его в октябре месяце в этом году завершим. Завершится в этом году и строительство двух мостов на дачном массиве «Красный камень». Сооружение обеспечит двухстороннее движение, предусмотренные пешеходной зоной. Помимо этого, на окраинах города власти решат вопрос с централизованным водоснабжением. В дачном обществе «Мерекелек» у нас 11,2 километра водоснабжения сделано. Зеленое все сделано. Красное мы в этом году должны завершить. Здесь проблем никаких нет. Работа идет согласно графику производства работы. Такая же ситуация по садоводческому обществу «Уйтас». Там у нас 43,4 километра. 26 километров сделано зеленое. И 17,4 километра тоже мы должны сделать. Тут тоже проблем никаких нет. В «Жастаре-2» у нас идет развитие электрических сетей. Также у нас всего 22,5 километров. 14,3 уже сделано. Большое внимание уделено и теме автомобильных дорог и пассажироперевозок. Как заверили Амандыка Баталова ответственные лица, до конца первого полугодия на дороге областного центра выйдут 36 современных автобусов. Рассматривается также вопрос билетирования пассажиров. Согласно государственной программе цифровизации, мы в этом году 55 миллионов тенге заложили на е-билетирование, где будет перечислением, то есть безналичный расчет, как карта онлайн будет. Не онлайн, а кто выиграет, тот и будет вводить. Рассмотрел глава ЖТСУ и проекты, реализуемые в других городах и районах области. По словам ответственных лиц, в рамках реализации программы «Нурлежер» планируется ввести порядка 940 тысяч квадратных метров жилья. Большой акцент делается на ликвидацию трехсменных школ. В 2020-м намечено строительство 20 объектов образования, из них 13 школы. Изучив все детально, Амадык Баталов сделал по некоторым проектам строгие замечания. Устранить их Акимобласти поручил в самые кратчайшие сроки. Ануар Мангельдинов, Жаслан Шингенджи, телеканал ЖТСУ. Заслуженная награда. В момент трагических событий и при ликвидации последствий взрывов на складе боеприпасов 24 июня прошлого года в городе Арысь, Казахстан еще раз доказал свое единство и сплоченность народа. За особые заслуги президент страны Касымжо Мартокаев отметил благодарственным письмом и специальным нагрудным знаком первого заместителя Акимобласти. В торжественной обстановке награду от главы государства Лязату Турлашеву вручил глава региона Амандык Баталов. Сохранив единство и крепость духа, казахстанцы пережили трагедию для всей страны. 24 июня войдет в историю Казахстана день, когда на долю нашего народа выпало серьезное испытание, которое мы с честью выдержали. Вся республика приняла участие в восстановлении города Арысь. Немалая работа выполнена и руководством Алматинской области. Первый заместитель главы региона более двух месяцев находился на месте события и контролировал ход строительных работ 15-го участка, отведенного для нашего региона. Мы очень активное участие приняли по ликвидации последствий, которые случились в Арысе. и ряд людей, которые там принимали участие, наградил своими. Вот Алгас Хатмен, в том числе Лязат Махатану Турлашев. Молодец, поздравляю. Город в момент трагедии разделили на 17 участков. Алматинской области достался один из самых больших, где более 850 жилых домов. По словам Лязата Турлашева, руководство области приняло самое активное участие в восстановлении Арыси и одними из первых протянули руку помощи соседнему региону. Уважаемый Амандык Габасович, под вашим чутким руководством мы восстановили город. В реконструкции приняли участие десятки строительных компаний, а сотрудники некоторых управлений находились в самой гуще событий. Я очень горжусь, что нашу совместную работу отметил президент страны. Спасибо большое. Это награда всех жителей Алматинской области. Почти 700 бывших заключенных трудоустроено в Алматинской области в 2019 году, 528 на постоянной основе, 79 на общественных работах, еще 69 отправлены на переобучение. Такую статистику привели ответственные органы на селекторном совещании под председательством замок Кима области Батаржана Байжуманова. Проводится целый комплекс мероприятий по трудоустройству заключенных, в их числе ярмарки вакансий, переобучение, реализация проекта ЕНБЕК, где бывшие осужденные могут предложить бизнес-идеи. Кроме того, на заседании говорили и о медицинской помощи спецконтингенту в тюрьмах. На сегодняшний день в учреждении ДУИС области содержится 120 осужденных с ВИЧ-инфекцией. Сейчас они проходят полный курс лечения. Для сокращения количества инфицированных на 2020 год совместно с Центрами по борьбе со СПИДом готовится план мероприятий. По предложению заместителя Кима области также необходимо закупить передвижные флюроавтомобили. Особого внимания требует вопрос при лечении медперсонала. По словам ответственных лиц, из-за низкой заработной платы врачи не горят желанием работать в колониях. В связи с этим Батаржан Бальжуманов поручил синхронизировать работу органов ДУИС и Управления здравоохранения. Продолжаем выпуск. Жителям Жамбылского района больше не придется ездить в Южную столицу для получения услуг врача-нефролога. В селе Узунагаш распахнул свои двери новый медицинский центр гемодиализа компании Диен Медикус Фарм. На торжественном открытии учреждения побывала и наша съемочная группа. В последние годы в Жамбылском районе наблюдается все больше граждан, нуждающихся в помощи врачей-нефрологов. Жители, страдающие хронической почечной недостаточностью до сегодняшнего дня, ездили за услугами специалистов в город Алматы. Узнав о проблеме сельчан, предприниматель Арай Ламьер Кимбаева решила протянуть руку помощи своим землякам. «Бизнесвумен» открыла на родной земле новый медицинский центр, оснащенный современным оборудованием из Германии. Данный центр было инвестировано более 200 миллионов тенге. Мы, как граждане Республики Казахстан, есть такое понятие социально-ответственность бизнеса перед обществом. Мы это четко понимаем. Мы одновременно в день можем принимать 30 пациентов. То есть на существующих 60 пациентов у нас коечная мощность хватает. Самое главное, пациенты получают все услуги абсолютно бесплатно. Для удобства больных на первом этаже здания установлены 10 функциональных кроватей. Иными словами, в центре созданы все условия для комфортного и качественного получения процедур. Наш центр буквально полностью весь спектр услуг оказывает. Наша развозка, машина, специализированная машина, забирает пациентов из дома. Привозит наш центр после проведения сеанса гемодиализа. В неделю они получают три раза по четыре часа. Все расходные материалы, то есть у нас тоже оригинальные, непосредственно компания Вибраун. Стоит отметить, аналогичные центры компании ДН Медикус Фарм активно функционируют на территории Карасайского, Панфиловского, Уйгурского районов и города Алматы. Азад Жумаханов, Жаслан Шинкенжи, телекомпания ЖТСО из Жамбылского района. 20 семей из Коксулского района стали обладателями заветных ключей от собственных квартир. В их числе люди с особыми потребностями. Пенсионеры, обладатели награды Алтыналка и дети-сироты. Возможность предоставить новоселам жилье у местных властей появилась благодаря жилищной программе Нур-Леджер. Подробности в материале. В Балпыхпи собственное жилье появилось у семьи Гульнар Хасеновой, матери-героини и воспитывающей шестерых детей. До сегодняшнего дня многодетная семья скиталась по съемным квартирам. В списке очередников женщина числилась с 2014 года. И вот, наконец, им посчастливилось приобрести крышу над головой. Пусть двухкомнатная, но главная своя, не скрывая от своей радости Гульнар. Вначале хочу поблагодарить президента нашей страны, Акима области и района. У меня шестеро детей, пять мальчиков и дочка. Старшему 18, младшему всего три месяца. Стояли в очереди пять лет. Моему счастью нет предела. В целом, ключи от заветной крыши над головой получили 20 новоселов. Среди них семьи с детьми с особыми потребностями, матери-одиночки, обладатели награды алтыналка, пенсионеры и дети-сироты. Как отмечают местные власти, кров в этот раз предоставлен только социально уязвимым слоям населения, стоявшим на учете в отделе ЖКХ. На приобретение жилья с государственного бюджета было выделено свыше 160 миллионов тенге. В текущем году, по словам чиновников, жилье получат еще порядка 80 нуждающихся. В этом 2020 году по нашему району планируется строительство еще двух многоквартирных домов. Один на 60 квартир и второй на 20 квартир. Если строительство начнется в начале весны, то к осени объекты будут сданы в эксплуатацию. К слову, в настоящее время в Коксусском районе количество очередников на приобретение жилья составляет более 800 человек по 10 категориям. Это ветераны Великой Отечественной войны, многодетные малоимущие семьи, дети, оставшиеся без попечительства родителей, бюджетные работники и другие. Айнур Мейрханова, Надир Хамзин, телеканал Житсу, Коксусский район. Сегодня шесть человек, прибывших из Китая, госпитализировали в Казахстане. Об этом сообщил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин. На утро было госпитализировано четверо больных. Из них двое уже отпущены после оказания амбулаторной помощи. Также поступила информация о госпитализации одного человека в Алматы. В Акмолинской области госпитализирована семья из пяти человек. Они тоже побывали в Китае. У всех признаки острых респираторных вирусов. У двоих детей отмечается высокая температура. У взрослых членов семьи особых признаков нет, но поскольку они все были в контакте, их госпитализировали, сообщил Бекшин. Также министр здравоохранения Ильжан Бертанов рассказал, что у госпитализированных взяты все необходимые анализы крови. В течение трех суток будет проводиться детальная диагностика. Начата соответствующая терапия, пояснил глава Минздрава. Оказание первой доврачебной помощи, пользование огнетушителем, безопасность на льду. Мастер-класс для юных кадетов провели спасатели Ильевского района. Ребята узнали, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, ознакомились со спецтехникой и прочитали лекцию о пожарной безопасности. Напомним, кадетский класс был создан в 2019 году. Сейчас там обучаются 27 ребят. Кадетский класс был создан в 2019 году на базе средней школы номер 7 райцентра. Сейчас там обучаются 27 ребят. Очередной мастер-класс спасателей посвящен пожарной безопасности. Через увлекательные викторины дети узнали, как вести себя во время ЧАЭС. Впрочем, за полгода создания отряда юных спасателей дети научились многому. Когда ты первый раз шагаешь, это очень сложно, потому что надо делать разновесие, но ногу 90 градусов надо поднимать. И надо знать, что первое, когда делаешь, когда говорят один, надо из левой ноги начинать. Первый раз автомат разбираешь, у тебя сердце бьется, как будто адреналин какой-то. А когда уже разбираешь или в третий, второй раз это делаешь, может, не страшно, это делаешь просто и быстро. Инструктор ДЧАС Алматинской области показал кадетам, как оказывать первую доврачебную помощь. К примеру, задохнувшемуся в дыму делается искусственное дыхание или непрямой массаж сердца. Опробовать полученные навыки ребята смогли на манекене. В 7.45 начинается с построения. Проводим утренний развод. После утреннего развода БЛАР убывает на занятия общепоразовательной школой. Обучаются они до 12.45. В 12.45 у нас по расписанию обед. После обеда у нас в час 30 общее построение, обеденный развод. После обеденного развода мы убываем на военные занятия. В военные занятия соответствует расписание, составленное по программе кадетских классов. Туда у нас входят разделы огневой подготовки, строевой подготовки, тактической подготовки, уставы вооруженных сил. Каждую пятницу нашими сотрудниками отдела ПЧС Елийского района уделяется 2 часа времени. Совместно с департаментом ПЧС Алматинской области с детьми проводим занятия о мерах пожарной безопасности, безопасности в зимний период на льду. Кроме этого техники безопасности, учим детей патриотизму, любовь к органам гражданской защиты. Периодически проводим дни открытых дверей, приглашаем наших молодых спасателей, юных спасателей. Мастер-класс поможет быстрее усвоить материал. Юные пожарные не растеряются в экстремальной ситуации и смогут оказать помощь окружающим и себе, уверены брандмейстеры. Подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе. Более 700 участников сошлись в жарких поединках по панкратиону и грэплингу АИГа. Бойцы разных возрастов и весовых категорий оспаривали право выступить на чемпионате Казахстана от Алматинской области. Подробности далее. Из года в год количество участников только растет. Если в прошлый раз в отборе на чемпионат Казахстана соревновались 500 человек, то в этом на 200 спортсменов больше. Это говорит о том, что панкратион и грэплинг в регионе развиваются семимильными шагами. Мы будем проводить чемпионат Казахстана. 14-15-16-17 лет будем проводить здесь в Талутургане в начале апреля. Остальные чемпионаты будут в Алмате и в Чучинске. Уже сборная области поедет туда, на Казахстан, и отбираться на чемпионат мира. Чемпионат мира будет проходить в этом году в Астане. Мы Казахстан будем встречать. Поэтому нам, чтобы достойно сборную Алматинской области создать, проводим чемпионат области. Демонстрация силы отнюдь не самая главная в грэплинге. В поединках чаще всего решает хитрость с уме с гибкостью. И даже если соперник находится в доминирующей позиции, его можно задушить или провести болевой прием из положения снизу. У Адама Авдинова все эти качества присутствуют. О себе говорит двухлетний опыт. Я, конечно, хочу победить. У меня желание есть победить. Занимаюсь два года. Много побед было. Где выступал уже? Выступал в Копчегае. Вот, в прошлый раз на соревнованиях выступал в Талу-Кургане. Выиграл первое место в зал. За республику выходил уже? Выходил, чемпион встал. Победитель определился в общекомандном зачете. По грэплингу первого места удостоились спортсмены из Алматы, клуб КДС. Второе досталось Арканскому району. Третье у Панфиловского района. В Панкратионе картина сложилась иначе. Первое место завоевал бойцовский клуб Арестан, город Копчегай. Второе занял Талгарский район. И бронза у клуба Колизей из Копчегая. Алексей Цой, Надир Хамзин. Телеканал ЖТСУ. Талу-Курган. В Талу-Кургане стартовала очередная ночная лига по мини-футболу среди государственных служащих. В турниры принимают 16 областных управлений. Их сотрудники расформировались по 7-м командам. Игры пройдут по круговой системе. Победитель определится по общему количеству очков и забитых мячей. Победивший коллектив сыграет в Суперлиге против финалистов прошлого чемпионата. У многих специалистов сидячая работа и малоподвижный образ жизни. А такое спортивное мероприятие поможет развеяться и хорошо провести время, уверяют организаторы. Следует отметить, турнир приурочен к началу года волонтеров. Формат данного турнира с каждым годом расширяется. В этом году изъявили желание принять участие госслужащие Коксюрского района и областной прокуратуры. Всего принимают участие свыше 80 государственных служащих. Цель данного турнира, во-первых, это посвящено году волонтеров, как логическим продолжением года молодежи. Основной целью является популяризация футбола. Такими событиями был насыщен уходящий день. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин